МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте еще раз вспомним и детально проанализируем представленный очередной план победы нелегитимного над Россией. Ведь его поездка в США была полна надежд на спасительную, многомиллиардную помощь, множество оружия и разрешение на нанесение ударов вглубь Российской Федерации дальнобойным западным оружием. Но уже после первых минут его приезда становится понятно, он уже больше особо никого не интересует. Что было раньше, уже не вернуть. Президент Украины. Украина. Спасибо. Такого рода холодный прием показатель того, что от Зеленского со своими маниакальными стремлениями втянуть Запад в Третью мировую войну устали всем. Для начала нервы Зеленского не выдержали, и он позволил себе открыто скорбить представителей Китая и Бразилии, которые объявили об организации группы стран «Друзья мира», суть которой – продвигать повестку бразильско-китайского плана урегулирования конфликта на Украине. В чем истинный интерес? Все должны понять, вы не укрепите свою власть за счет Украины. И в первое же заседание группы неожиданно включились – Швейцария. И еще более неожиданная – Франция. Что как бы не просто зрада, а настоящее зрадище. Люди устали воевать, а ворох проблем в своих собственных странах скоро окажется неразгребаем. Разумеется, рано или поздно это должно было случиться. А накопленная усталость, экономическая и политическая, только сильнее подталкивает государство к мирным решениям. Да и плана у Зеленского-то и не было. Одно только – дай. Мы требовали, чтобы нам ясно проговорили, какая стратегия позволит Украине победить. И до этих самых пор мы не получили нормального ответа. Мы не увидели ни ясности, ни каких-либо деталей. Хотя мы запрашивали их снова и снова. А вот и кульминация пьесы – сумма военной помощи, незалежной для победы над Россией. Я только что подписал документ о финансовой помощи для Министерства обороны Украины в размере 200 миллионов долларов. А ведь украинской армии необходимо в день около 100 миллионов долларов в сутки. То есть Байден профинансировал два дня боевых действий. А на пресс-конференции хозяину Белого дома было просто неинтересно слушать своего друга. Пока Зеленский благодарил его за выделенные крохи с барского стола, Байден просто сморкался. А Дональд Трамп в это время выносит свой вердикт. Украины больше нет. Это больше не Украина. Мы продолжаем давать миллиарды человеку, который отказывается заключать мирную сделку. Киеву сегодня стоит приготовиться, что число тех, кто поддерживает Зеленского, стремительно сокращается. Даже Олаф Шольц, которому скоро, вероятно, предстоит покинуть пост канцлера ФРГ, вдруг заявил, что необходимо изучить все возможности запуска мирного процесса по Украине. Я считаю, что сейчас настал момент, когда мы должны обсудить, как выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем это кажется возможным сейчас. Очевидно одно, тело движения бывших союзников Киева совсем не нравится Зеленскому. Но одно точно, в мире в полной мере оценили его визит за океан. К слову, очень мощный и показательный удар под дых нацистскому режиму случился в Австрии. На выборах неожиданно победила правая партия. А важно это вот почему. Во-первых, ее лидер Герберт Кикаль хочет объединиться с Венгрией и Словакией. Чтобы усилить борьбу с нелегальной миграцией. Австрийская партия свободы выступает за переговоры с Россией. И считает, что нынешнее правительство Австрии попирает принцип нейтралитета. Выделяя деньги у Киевов. Партии не хотят вступления Украины в Евросоюз. Вот такая вот демократия произошла. Разумеется, не богоугодная для США. Как ни посмотри. Мы открыли дверь в новую эру. Теперь мы действительно вместе напишем новую главу в истории Австрии. И только верный цепной натовский пес Жозеп Боррель живет в мире фантазий. Где война до последнего славянина должна продолжаться до тех пор, пока все не утонет в реках крови. Вот уж кого Зеленский должен считать своим лучшим и преданным другом. Кстати, а что там по визиту Зеленского в целом пишут западные СМИ. Да, как с цепи сорвались, наносят, дай политику, один политический удар за другим. И ярче всех немецкая газета «Шпигель» разобрала визит Зеленского за океан на молекулы. Зеленский судорожно пытался контролировать черты своего лица. Испытывал сильный дискомфорт. Украинский президент уже набрался опыта в терпении унижений. Привык подавлять собственные чувства и терпеть унижения. Позорное выступление. Так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме весьма сдержанный еще до встречи двух президентов. Немцы, кажется, не скрывают своей радости по поводу унижения позора Зеленского. Единственное, что режет слух – встреча двух президентов. Разве он президент? По конституции Украины нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова